Внешняя угроза, направленная на раскачивание обстановки в Крыму, сохраняется, и противодействовать этому должны быть готовы силовые структуры. Конкретные задачи сегодня поставил Владимир Путин. Президент продолжает рабочую поездку на полуостров. Среди других направлений, на которых надо сосредоточить усилия, он назвал охрану госграницы, борьбу с контрабандой, очищение от коррупции. Репортаж Дениса Давыдова. Прошло больше года, как Крым воссоединился с Россией. Новый федеральный округ активно интегрируется в жизнь страны. Здесь теперь по самым современным стандартам работают все сферы, от здравоохранения до безопасности. Например, сотрудники силовых ведомств прошли обучение и техническое переоснащение. Время и деньги были потрачены не зря. Крым сейчас нуждается в защите. Владимир Путин провел совещание с местными силовиками и их коллегами из федеральных структур. Глава государства уверен, на полуострове провокации и агрессия в первую очередь возможны извне. Очевидно, что сохраняется угроза со стороны внешних сил тем или иным образом дестабилизировать ситуацию на полуострове. Это могут быть попытки разыграть националистическую карту. Либо, воспользовавшись теми или иными ошибками, просчетами, неэффективными действиями власти, направить справедливую озабоченность граждан в деструктивное русло. В некоторых столицах откровенно по этому поводу говорят и о необходимости проведения подрывной деятельности. Формируются соответствующие структуры, вербуются и готовятся кадры для осуществления диверсий, актов саботажа, для ведения радикальной пропаганды. Цель очевидна – раскачать ситуацию, помешать нормальной жизни людей, социально-экономическому развитию региона. Все эти риски нужно учитывать и соответствующим образом реагировать, как федеральным, так и местным органам власти. Ничего здесь не нужно преувеличивать, ничего не нужно нагнетать, но все нужно иметь в виду и соответствующим образом быть готовыми и реагировать быстро. Впрочем, исходить угрозы могут не только из-за границы. Внутри региона в ходу серые схемы и кумовство. Коррупция также подрывает безопасность. За взятки своих постов уже лишились 60 высокопоставленных чиновников. Прошу серьезно активизировать работу по очищению органов власти от коррупционеров, от людей, скомпрометировавших себя сомнительными связями. Особое внимание нужно уделить пресечению криминальных схем в сфере управления государственным и муниципальным имуществом, расходования бюджетных средств и осуществления государственных закупок. Используют криминальные схемы и при операциях с недвижимостью процветают махинации с госсобственностью, будь то здания или земельные участки. Очень чувствительная область – это принятие местными властями решений о выделении и отчуждении земельных участков. Понятно, что находятся люди, которые хотят в обход закона, прибегая к коррупционным схемам, поверить руки на соответствующие недвижимости. Ничего здесь нового для кого нет. Это, к сожалению, практика, которая применяется не только в Крымском федеральном округе, но и в других субъектах Российской Федерации. Мы везде с этим боремся и здесь тоже с этим будем последовательно бороться. Разрушить сложившуюся годами практику мешает отсутствие в регионе специальной базы данных. Президент потребовал срочно сформировать необходимый реестр. Характеризуя работу правоохранительных органов, Путин отметил и положительные сдвиги. В целом криминогенная ситуация на полуострове подконтролена. В том числе это прямой результат принятых за последние полтора года решений по интеграции Крыма и Севастополя в общее правовое административное пространство страны по укреплению правоохранительных органов, которые работают здесь на местах. То есть серьезной помощи, которую оказывают федеральные структуры своим коллегам в Крыму. После встречи с президентом прибавятся работы и у местных таможенников. Владимир Путин поручил усилить контроль на границе, не допустить ввоза в страну наркотиков и запрещенных продуктов. Денис Давыдов, Дмитрий Кочурин, Олег Колчков и Екатерина Яровенко. Первый канал. Севастополь. Сегодня же Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым посетил Малахов-Курган, где почтил память защитников Севастополя во время двух войн. Крымской, середины 19 века и Великой Отечественной. К теме еще вернемся позже. Эти кадры сняты уже на отдельном совещании президента с постоянными членами Совета безопасности России. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались актуальные темы, в том числе экономического характера, а также вопросы, связанные с предстоящими международными контактами.